Привет, народ! Купил себе сегодня вот такой вот, ну, на мой взгляд, интересный девайс. Машинка ленточно-шлифовальная, обычная, ну, как бы, можно по дереву работать, можно по металлу, без проблем. Ну, я как по себе посмотрел на эту машиночку, то у меня сразу, знаете, словосочетание такое в голове прокрутилось. Гриндер для бедных. Ну, реально, ну, не могу себе сейчас позволить, как бы, гриндер купить, да, полноценный. То решил, ну, нужно делать некоторую работу на крупной наждачке мне сейчас, на данном отрезке времени. Ну, и я решил себе купить вот ленточно-шлифовальный такой станочек и купил вот такую вещицу. То есть, классная штука. Ну, плюсов очень-очень много. Стоил мне такой станочек. Я не смотрел даже в интернете, то есть, не спрашивайте, где купил, покупал не в интернете, купил в обычном магазине. В обычном магазине я зашел, увидел и купил. То есть, он мне очень понравился, ну, просто кучей своих, скажем так, полезных плюшек. И я его сразу купил, даже не стал смотреть в интернете, сколько стоит, просто взял и купил. Объясняю, почему купил. Ну, во-первых, смотрите, фишка в чем, что мне нужна была длинная вот эта станина. То есть, ну, у всех остальных, машина, которую я смотрел, что этот ролик, что этот ролик, они оба большого диаметра, то есть, вот такого вот, как с этой стороны, толстого. За счет этого лента у нас короче, лента, в смысле, длина ленты та же самая, но столик рабочий, вот этот вот, получается короче, то есть, сантиметров на пять. Понимаете, да, что здесь ролик большого диаметра, здесь ролик маленького диаметра. Из-за этого у нас лента растягивается больше, и столик сам имеет большую рабочую поверхность. Вот он, столик, смотрите. У обычного, у которого два толстых ролика, столик в два раза, ну, не в два раза короче, но сантиметров на пять, на шесть короче. То есть, плоскость вот только вот она рабочая получается. Здесь реально больше плоскости. Ну, во-вторых, вот этот вот тоненький ролик, он металлический, и можно, смотрите, что делать. Опа-на! То есть, ну, давайте покажу для начала. Ручка. Очень просто, как, знаете, на велосипеде снимается сидушка. Раз. Поворачиваем ручку вверх, всё, она так стоит. Ниже надо, пожалуйста, так. Опять же, зафиксируем. То есть, всё это делается в одно движение. То есть, всё просто. Ну, и большая такая полезная плюшка, смотрите. Опа-на! И у нас есть тонкий ролик гриндера. То есть, реально на нём можно работать и обрабатывать вот такие вот тоненькие углы. Залезать. То есть, это, допустим, ну, даже при изготовлении того же ножа можно обрабатывать спокойно рукоятку, подпальцевые выемки. И спокойно можно работать вот с таким гриндерочком. Остановить его, поверьте мне, руками очень-очень сложно. Ну, плюс, к тому же ко всему, у него ещё и регулируются обороты. То есть, можно выставить маленькие. Можно выставить максимальные. Работает действительно аппарат немножко шумно, согласен. Но очень-очень классно то, что вот эта вот история просто вот так вот переворачивается, и она стоит, реально стоит на столе. То есть, на ровной плоскости мы имеем параллельную поверхность столу. С другой же стороны, в гараже я могу спокойно, очень просто подвесить её вот на стену, да, и добавив просто сюда подручник, ну, сварка у меня есть, уголки, металл, всё есть. То есть, просто сделать нормальное крепление на стену, сделав подручник, я смогу обрабатывать какие-то поверхности. Ну, допустим, я не знаю, мне сейчас нужен новый нож делать, да, из стали R6-M5. То есть, вот такой вот косячок хочу сделать. Ну, вот этот косячок я делал, вот этот ножичек я делал, я не знаю, часов пять, наверное. Фишка в том, чтобы вот этот угол спилить. Нельзя подпилить металл. Фишка в том, чтобы вот этот угол снять. Опять нельзя подпилить металл, подпалить металл. То есть, если я подполю металл, всё, как бы, ну, нож уже можно выбросить. По этой причине на обычном камне, на обычном наждаке это делается очень-очень долго, очень-очень медленно. То есть это вот провел воду, провел воду, провел воду. На ленточно-шливовальном станке эту работу можно выполнять гораздо-гораздо быстрее, в разы просто быстрее. Взять, допустим, если я сразу прикупил себе вот такую упаковочку наждачек. Это у нас 36-я, смотрите, гридность какая. То есть это будет реально жрать металл просто кошмар. Это будет просто жрать металл. Даже R6-M5 это будет просто жрать, эта наждачка. И плюс к этому всему перегреваться это все хозяйство не будет. То есть это будет нормально греться, водичка рядом, мочим и работаем спокойно абсолютно. Понятно, что это не заменит гриндер полноценный. Я хочу в будущем либо купить, либо сделать полноценный гриндер, большой гриндер с узкой лентой. Эта лента немножко широкая, с более узкой лентой. Но длину ленты хочу сделать примерно около 2 метров. То есть довольно-таки большой гриндер хочу сделать, чтобы лента успевала остывать. То есть здесь, естественно, будет немножко греться, но для этого есть водичка, в принципе. Если с водичкой работать, то без проблем. 40-ая наждачка. Тоже очень крупная наждачка. Тоже очень хорошо кушает. Дальше. 60-ка уже помельче. Также 80-ка. Но здесь уже можно и по дереву спокойно, и рукояточку. Ну, без проблем, абсолютно. И 120-ка. Есть еще 150-ка, есть еще мельче. То есть, я просто не брал, мне просто пока не нужно. Шкурка меняется. Очень просто. Раз. Шкурку сняли. Допустим, давайте, какая нам нужна. 80-ку поставим. Новую шкурку. Только раз. Поставили. Все. Стоит шкурка криво. Только мы включили. Шкурка сама автоматически выровнялась. То есть есть вот эта вот история. Вот на ролик смотрим сюда сейчас. То есть точно так же выровняется. Верхним роликом положение ленты можно регулировать относительно рабочего столика. То есть либо в эту сторону, либо в эту сторону. Перетащить ленту нужно в зависимости. Ну, тут разбег довольно-таки большой. По сантиметру с каждой стороны. То есть, либо нам что-то с этой стороны удобнее тащить. Мы ее перегоним туда и будем тащить. Либо с этой стороны удобнее тащить. То есть, ну, я посмотрел на вот эту историю. И мне реально, она реально мне понравилась. Я реально просто ее сразу купил. Потому что, ну, даже не захотел заказывать с интернета, ждать и все остальное. То есть, штука просто шикарная. Называется эта история. Давайте еще раз покажу. Ни разу не реклама. Просто мне реально понравилось. Почему бы мне рассказать про хорошую вещь. Смотрите, ситуация какая. Есть еще одна очень-очень большая и приятная фишка. То, что работает эта вся история на вот таком вот зубчатом ремне. Ремешок есть в комплекте. Гарантия на данный девайс один год. Вот, в принципе, как бы без проблем абсолютно. Можно работать спокойно, смело. Сломалось. Ребята по гарантии говорят, без проблем абсолютно. Но! Еще одна очень большая плюшка и фишка. Лично для меня. То это вот. Есть вот такая вот еще рамка. На нее ставится. То есть, эта рамочка ставится вот сверху. Вот сюда. Здесь у нас есть пазы специальные. Сейчас я поставлю ее. Вот так вот ставится рамка данная. И вот так вот она закручивается. Здесь есть специальные пазы. Она у них становится. И получается, что мы имеем на сегодняшний день, грубо говоря. То есть, данная рамка что позволяет? Допустим, мне нужно ровную поверхность делать. Ну, понимаете, да? То есть, если где-то есть бугорки, лента не углубится больше, чем нам позволяет вот эта рамка. То есть, в принципе, поставив рамку на нужную глубину, утопив ее, можно без проблем абсолютно полировать, допустим. Вот я, допустим, сейчас ложу R6-M5. На двухсторонний скотч ее приклеиваю к столу. Сверху выставляю вот эту рамочку. Но выставляю ее на нужную мне, на нужную высоту ее заглубления, скажем так. И без проблем абсолютно я уже могу ровно вывести. То есть, чтобы не было перепадов. Что здесь толщина будет, что здесь толщина будет. Со всех четырех, скажем так, краев у меня толщина металла будет одинаковая. То есть, не будет она прыгать. За счет того, что я где-то наклоню машинку более так или так. То есть, машинка стоит, сейчас как бы площадка и лента стоят параллельно абсолютно. То есть, тоже очень вкусная плюшка. Ну, кроме того, есть еще одна плюшка у этой машиночки. Где же я ее делаю, эту плюшку? Вот она. То есть, это мешок для сбора пыли. Он же, скажем так, встроенный пылесос. Дует очень неплохо. Я им уже, ну, видите, да, он у меня уже по дереву, я им уже построгал. То есть, в принципе, очень классно. Пыль собирает. Ну, мешочек сам, честно скажу, вообще никакой. То есть, сам мешок нужно будет поменять. Либо же сюда приспособить. Если это все будет стационарно, допустим, у меня у гаража стоит, то я сюда приспособлю просто, скажите, пылесос. То есть, мешок реально работает. Реально я сейчас вот им попилил деревяшку. И выгреб отсюда вот, ну, вот так вот пыли. То есть, штука реально работает. Вот эта вот вся система воздухозабора и так же, куда выходит воздух, все работает, и вся грязь, и вся пыль вот в этом мешочке оказывается. То есть, как раз, ну, четко собирают. Просто, что сам мешок, смотрите, он очень пропускает мелкую пыль. Вот она вся выходит. То есть, сразу нужно будет этот мешочек сорвать просто-напросто, вот его вытащить. Я так для себя думаю. И просто, ну, это делается вот так вот. Выворачивается этот мешочек. И вот здесь просто на проволочку замотано, видите, да? То есть, сейчас взять, если мне, допустим, вот с такой тряпочки плотно уже, сделать мешочек, то как бы никуда этот пыл уже не денется. Ну, а еще проще. Есть у меня от пылесоса бумажные мешки, то можно любой бумажный мешочек туда просто резинкой завязать. И все будет работать. В принципе, вот такой вот девайс, чем он еще хорош, что вот эта ручка, если ее поставить вот так вот, становится ровненько и упирается вот, если показать, вот так вот давайте, упирается четко в стол. То есть, в принципе, даже в гараже кусок ДВП, ДСП какого-то, кусок ДСП взять, двумя или тремя шурупами прикрутить к стене и вот таким вот образом просто его повесить. Здесь закрепить, но очень просто. То есть, здесь, ну, все очень шикарно продумано. То есть, здесь нужно просто будет какую-то пластинку придумать и шурупчик завернуть. Все, и машинка у нас будет стоять очень классно. Не нужно ее прикручивать там двадцатью саморезами. Мне нравится. Купил, я же говорю, не жалею абсолютно. Буду пробовать, скажем так, какие-то мелочевки. Ну, понятно, что производство серьезное на нем не наладишь. Ну, как бы, я пока этим не собираюсь заниматься. Но для себя, для дома, для семьи, для гаража, то есть, есть, ну, вообще шикарная штука. Есть все предпосылки для того, чтобы заменить, скажем так, домашний такой себе. Не заменить, а, ну, пока, пока я же говорю, что пока у меня просто нет финансовой возможности или времени, или того и того, как хотите, так и думайте. То есть, купить гриндер я пока себе не могу позволить. Сделать его я пока тоже себе не могу позволить, потому что, прежде чем сделать гриндер, полноценный нормальный гриндер, мне нужно сделать токарный станок, чтобы работал. Чтобы точить и все ролики, и переходники, и все, и все, и все, и все. Сейчас у меня токарный станок пока стал, потому что стол к стене я не могу присверлить, потому что у меня сгорел перфоратор. Перфоратор у меня в ремонте уже неделю, еще неделю будет в ремонте. То есть, через неделю мне сделают перфоратор, я пристреляю в стол, и потом только начну заниматься проводкой станка, подключением, разводкой и всем остальным. Выставить нужно двигатель будет, закрепить станок. То есть, это еще недели-две работы как бы. Ну, а вот такая штука, очень классная, я же говорю, что если его просто поставить к стене, то есть, ну, буквально там часа два нужно потратить для того, чтобы сделать какое-то, придумать какое-то окрепление и сварить, я же говорю, профиль, уголок металлический в гараже у меня есть. Приставочку сделать к стене его, закрепить. И придумать столик сюда подручник абсолютно без проблем. можно пользоваться им как полноценным гриндером, в принципе. Кушает металл, я пробовал он очень-очень хорошо. Ну, давайте попробуем. Я сейчас поставлю крупную наждачку какую-то, более крупную, чем эта. Допустим, что-то это у нас есть. Шестьдесяточку давайте попробуем поставить. Шестьдесятую наждачку. Вот так вот. Ну, и чего-то потащить. Давайте допустим. Вот та же R6 M5. Попробуем, как она точится. Я обороты чуть поменьше сделаю. То есть, без проблем абсолютно точится R6 M5. Как бы даже руками вот я держусь без проблем абсолютно. То есть, реально сталь не греется. На наждаке это уже сгорел бы тут край, обгорел бы. И, ну, уже можно бы этот нож было выбросить. Реально сталь не греется, я держусь за него руками. Ну, он тепленький, конечно, но тепленький. Ну, тепленький. То есть, руками можно держаться без проблем. Если сделать под него подручник, вот, 90 градусов, то это вообще будет шикарная вещь. То есть, вот эти зубья, вот эти зубья на ноже, вот видите, да, на рабочем уже ноже, на то, чтобы спилить вот эти зубья у меня уходит очень много времени. Потому что, ну, опять же, перегревать не хочу, потому как косячок, вот сейчас, допустим, длинный, и рабочая часть, она у меня вот она. Но с годами, видите, да, косячок становится меньше, 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 меньше. То есть, примерно вот такой же нож когда-то это был. С годами он становится меньше, 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 меньше. И если я сейчас подпалю вот здесь, то буквально через, там, допустим, 5-6 лет у меня здесь будет режущая кромка. Она будет просто испорчена. Поэтому перегревать это хозяйство я не хочу, но для вот таких вот целей купил вот такую штучку. Будет работать, уверен, без проблем. Вот, смотрите, на сам стык, на сам торец. То есть, наждачка кушает очень бодро. Ну, и опять же, не греется это все. На наждаке это заняло раз в 8 больше времени, плюс это все нужно было бы постоянно макать водичку. Очень шикарная штука. Рекомендую. Ну, а самая вкусная фишка, это вот она. То есть, нужно ручку поднять. Вот эта алюминиевая наставочка сверху убирается. И у нас есть вот такой вот верхний ролик. То есть, мы понимаем, да, если это все вот так вот стоит, будет стоять у стены, то вот эта часть верхняя будет кверху и очень удобно будет тащить. В принципе, можно развернуть его. И таким образом, да, вот так вот. Можно ее вообще, вот эту крышку пластику убрать. И вот он, у нас очень тоненький уголок получается. Очень удобно обрабатывать какие-то, ну, мелкие-мелкие вещи. То есть, где-то там на ножичке сделать вот пальцевую выемку вообще без вопросов. Абсолютно. Кушает металл очень-очень здоровский. Опять же, холодный. Держусь руками, то есть, без проблем абсолютно. Я просто, ну, такая, знаете, детская такая радость. Просто шикарная штука за, ну, вообще смешные деньги. Слышимся же как-то так. Ладно, все. Пока-пока. Подошел клиент. Я совсем забыл, что самую главную фишку этой всей истории с машинкой, что вот ленты, вот эти все, обычная одна лента стоит 2,50. То есть, независимо от гридности, зернистости наждачной бумаги, 2,50 лента. То есть, их можно менять, в принципе, каждый день и нормально. Ну, и к тому же всему, я думаю, что вот я сейчас на вот этой ленте R675 сталь тащил, да, хорошенько потащил, попробовал, как все, ну, лента не убивается, прям, что бог, знаете, и все, она не рабочая. То есть, лента очень неплохого качества. В принципе, вот теперь, наверное, точно все. Классная штука, рекомендую. Все, пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.